Ребята, привет вам из музея Лего Брикстар! Сегодня обзор самого редкого и уникального набора по Человеку-пауку. Набор Последняя битва 2003 года. Начнем мы, друзья, с мини-фигурок и перед вами таксист. Встречается он только в этом наборе. У мини-фигурки есть принц спереди, ну и из особой детализации можно отметить его красные волосы. Ходили ли так в Америке раньше? Хороший вопрос. Наверное, ходили. Разъезжать он будет на такси. Последний раз я видел такси из набора Daily Bugle. Там, конечно, был более проработанный вариант, но здесь есть наклейка. Есть также деталька с наклеечкой такси. И более того, конечно же, открывается кабинка. Можно увидеть, что внутри есть руль. Как он в такой маленькой машинке кого-то развозит? Большой вопрос. Такси на одного и получается только на водителя. Далее мини-фигурка Мэри Джейн. Уникальная в этом костюме для этого комплекта. У нее две эмоции. И, кстати, те самые лица напоминают Гарри Поттер серию и на самом деле напоминают маму Рона чем-то. Один принт спереди, прическа. Вот и все. Но, тем не менее, фигурка достаточно редкая. Но не такая редкая, как два следующих героя. Жемчужины комплекта. Человек-паук Тоби Магуайр. Одна из самых дорогих мини-фигурок Человека-паука. Встречается именно эта версия в двух комплектах. Ну и, наконец-то, мы добрались. Почему этот набор стоит десятки тысяч рублей за рубежом? И... Я вам сейчас открою секрет. Мини-фигурка Зеленого Гоблина стоимостью примерно доходящей до 30-40 тысяч рублей. Вот она. Привет, дорогая! Уильям Депо. Отличная мини-фигурка, за которой охотятся фанаты, хотел сказать, Звездных войн, фанаты Марвел. Все дело в глазах. Они здесь золотые. Чуть позже я покажу вам базовую версию Зеленого Гоблина, не такую редкую. Цена там в районе 7-8 тысяч. Здесь одна эмоция, также принт на затылке. Отдельно меня порадовало то, что можно поставить маску вот таким образом, сымитировав то, что он ее, типа, приподнял. То, что мини-фигурка редкая и уникальная, это, конечно, да. Если разобраться... Вот оно! Вот оно! Вот вся цена комплекта, друзья! Также у Зеленого Гоблина есть фирменный глайдер. Можете заценить, как он выглядит. Ребята, предлагаю вам сравнить Зеленого Гоблина 2002 года с версией 2003. Какой вам нравится больше? Глупый вопрос, но пишите в комментариях. В наборе 360 деталей, друзья, этот мост фигурировал также в фильме «Человек-паук. Нет пути домой», как отсылка на старые добрые части с Тоби Магуайром. Прежде всего, начнем с канатной дороги. Канатная дорога для Лего — это редкость. Обратите, пожалуйста, внимание на механизм. Мы будем крутить рычаг, и у нас будет перемещаться подъемник. Друзья, обратите внимание, ездит он просто превосходно, и мне очень не хватает каких-то таких функций, элементов, идей в современных Лего-комплектах. Если разобраться, было очень круто. Также можно открыть саму кабину. Сюда помещаются несколько мини-фигурок. Если мы развернем мост, то увидим надпись «Остров Рузвельта». Это, кстати, надпись была и в новой части про Человека-паука. Вот такая интересная отсылка для вас. Сам мост имеет наклейки, которые имитируют кирпичную кладку. Также очень интересные детали самой дороги. Они гладкие, классные. И давайте попробуем, ребята, провести сюда такси. Вот таким образом. Опа, и подтолкнем. Ну да, такси может и упасть вниз к нашей звезде смерти. Ребята, сам набор интересен для меня, был, конечно, мини-фигурками. Но то, как он сделан для 2003 года, то, как выглядит этот мост, то, что сзади ездит этот фуникулер, все это, мне кажется, смотрится очень интересно. И это один из лучших наборов Лего по Человеку-пауку для меня. Приходите увидеть его вживую. Удачи. Пока.